Девушки отдыхают Значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена! Объясни, наконец, хоть что-нибудь! Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП. Сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлетли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать, проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся, ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Ах, тут и трибунал им не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за... Ковчег? Если Артем поймает по земле, все узнаешь. А если нет, то и говорите не о чем. Я читаю. Ты думаешь, этот Ковчег объявляется... Ну-ка, ну-ка, это что? Код 1811-7... Всем слушать. Квадрат 18-5. Повторяю. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-7... Так, где номер этот? Квадрат 18-5. Только сплотив 3, мы сможем преодолеть в течение сгода. Ага, гора Ямонтал. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег — это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там всё руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жила, что всё было не напрасно. И всё изменится. Всё, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация. Орлы. Ну раз такой случай, Дамир доставает. Что доставает, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге бурькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Безю. И ещё лучше. Да ну. А как насчёт Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда забрось. Забрось! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперёд! Есть! Пойду я вперёд! Я решу... Ничего себе, Маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Лёша? О, Халечка! Ждала того, что стрелок в сердце, а получила днепритого... О, Халечка!